Нам всем без исключения известно, что гладить бездомных животных, будь то кошки или собаки, небезопасно. Они могут заразить малоприятными болезнями. Врачи рекомендуют опасаться и пернатых. Только за последний месяц в Ивановской области зарегистрировано два очага болезни Нью-Касла, так называемые чумы пернатых. Голуби массово гибли в Кенишемском и Ивановских районах. В частной Голубятнике, где были зарегистрированы случаи падежа птиц, даже ввели карантины. На место выехали специалисты областной ветеринарной лаборатории. Взяли пробы наиболее опасных для человека и животных инфекций – на гриб птиц, орнитоз, болезнь Нью-Касла. По эпизодической ситуации последних лет у нас, в принципе, болезнь Нью-Касла возникает с периодичностью или раз в два года, или раз в год. И, значит, наиболее часто это у нас Ивановский район, Кенишемский район. Возникает это заболевание в основном на диких голубях. Но вот в этом году еще у нас выявили и на домашних голубях у голубятных частных владельцев. Видимо, в этих районах, рассказывает Наталья Федорова, из года в год сохраняется природный источник инфекции. В службу ветеринарии регулярно звонят встревоженные горожане и сообщают факты массовой гибели птиц. Болезнь Нью-Касла в основном поражает куриных. Диких голубей специалисты называют резервуаром заболевания. Это заболевание в дикой природе поддерживается именно голубями. Они наиболее восприимчивые. У них происходит перезаражение, переболевание, и они являются носителями этого заболевания. Это высококонтагиозное заболевание для птиц, то есть очень опасные птицы. Говорю, при заражении может погибать 100%. Поэтому это и называется чума. Потому что вся чума для всех видов животных вообще опасное заболевание. Птицы заражаются быстро. Болезнь протекает примерно 7-9 дней. После наступает неминуемая гибель. Ветеринары берутся за излечение только дорогих породистых пернатых. И то в единичных случаях. Остальные обречены. Опасен вирус для человека. У имеющих непосредственный контакт с больными животными людей наблюдается повышение температуры. Симптомы заболевания схожи с гриппом. Также возникает конъюнктивит. Чтобы избежать заражения, лучше сезарей с рук не кормить. На начальных этапах птица просто становится вялой, ослабленной. Больше сидит, нахохлевшись. Очень неохотно перемещается. Потом наступает вторая, более опасная фаза. Так называемая вертячка. Когда птица начинает закидывать голову, ходить по кругу. Как-то неуверенно двигаться. Очень неохотно взлетает. А взлетев, может врезаться в какое-нибудь препятствие. Ну и на третьем этапе наступает судорога мышц. Птица уже не перемещается. Сидит на брюхе, что называется. И через некоторое время гимнет. Председатель Ивановского отделения Союза охраны птиц Владимир Мельников считает, что опасность для ивановцев может представлять подмостовой переход на площади Пушкина. Именно там опасная концентрация птиц в сочетании со слабой вентиляцией. Горожанам биолог дает свои рекомендации. К ним надо относиться с любовью, нежностью, беречь и может даже подкармливать. Но соблюдая при этом дистанцию. Особенно если больная птица. И в первую очередь детям запрещать подходить, брать в руки и пытаться как-то лечить больных голубей. Это образцово-показательная голубятня. Охотовец с 40-летним стажем Евгений Жинкин на пенсии решил разводить этих красивых птиц. С необходимостью тщательно ухаживать за пернатами столкнулся сразу же. За несколько лет в его голубятне не было ни одного случая возникновения болезни Ньюкасла. Чтобы голуби были здоровы, нужна профилактика. Профилактика, чтобы было чисто в голубятне, должно быть нормальное кормление и не было бы контакта с другими голубями. Особенно голубями, которые живут в городе, сезарями так называемые. Дважды в год Евгений Викторович проводит дезинфекцию помещений. Выпускает на несколько часов своих питомцев на прогулку, а сам обрабатывает голубятню специальным раствором. Диких голубей к своим породистым птичкам не подпускает. Буквально каждого из своих 87 голубей узнает по оперению и особенностям характера. На голубятню надо побывать, там покормить, попоить их. Ну и естественно им надо давать, чтобы они полетали, погуляли. Если они будут сидеть просто как куры на шесте, то значит интерес от этих голубей никакого не будет. Поэтому их приходится шугать, они летают, радуют глаз. Некоторые голуби даже вот здесь я стою, вот он увидит меня, он ко мне прилетает, сядет на руку. Даже вот я открою форточку, прилетает ко мне вот форточку, даже в дом залетает. На настоящий момент, рассказывают специалисты, вспышку удалось погасить. Тем не менее, горожанам необходимо быть бдительными и при понаружении мест массовой гибели птиц сообщать в региональную службу ветеринарии. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.